Познавательный выпуск Никогда не пробовал эрекцию? Что это за вещь такая? Прекрати, прекрати Давай бухать много Ты чё делаешь? Ты зачем? Вот так вокруг него кровь Ребят, я прошёл через ЭЧ Я до сих пор мёртвый Вот что значит поставить Итут на колени Ребята, привет, я очень рада вас видеть Привет, какие корочки Значит, я сегодня буду не одна Мы сегодня позвали, извините, да Мы не наедине с вами Сегодня у нас будут ещё несколько гостей В частности, три по количеству стульев Начнём приглашать их? Да! Мы погнали! Значит, как представить этого человека? Инфлюенсер? Опиньон-мейкер? Да? Так, наверное? Блогер Опиньон-мейкер он всё-таки? Опиньон-мейкер Человек, способный обидеть Шуру Что уж там Я думаю, вы все догадались, кто это Самый неприятный человек в нашем шоу Но самый обожаемый Сашка ваш! Привет! Привет! Привет всем, ребята, привет! Привет! Привет, Ир! Привет, Саш! Ир! Разучился говорить? Привет, нет, мне кажется, эту букву слишком мало используют Так давай вернём её действительно Ира! Цыша! Как дела? Норм? Я пришёл, привет! Хорошие зрители! Их повеселила Сыша! Мне нравятся эти зрители! Хорошие, да! А чего, как ты? Нормально! А ты думаешь, я один буду? Или сначала со мной немножко? А ты кого-то привёл с собой? Есть люди Кто? Не скажу Это секретные люди Ну тогда, может быть, я скажу? Давай! Ну хорошо, если посмотрю, кто Постоянно забываю, как представить этого человека Так, актёр Ведущий кое-каких проектов Человек, неожиданно ворвавшийся на Ютуб Ну, что сказать, мой братан Братюнечка Человек, возможно, в параллельной вселенной Мы с ним счастливо живём и поём на Груженском фестивале Но в нашей вселенной нас связывает только однажды в России Азамат Масагалиев Как худой, красивый, роскошный пришёл Привет Привет Что это у вас такое? Что это такое вообще? А как тебе прическа? Прическа? Не, серьёзно Ты бы так будешь всю программу? Да Получается, да? Я так рад тебя видеть Ирка, ты вообще такая молодая Ты тоже, ты становишься похожим на участника BTS Да? Да Их теперь будет шестеро Ну, я не знаю, сколько их было до этого Ну, соответственно, пять Подожди А я хороша Прости, я уточню А, по-моему, всегда же он был похож на участника BTS С самого рождения Да, с рождения же у них В BTS же попадают с рождения Всех таких, как я, рождают в BTS сразу Да, некоторые попадают в Якиторию, некоторые в BTS Ладно, плохая шутка? Нормально Нормально, нормально Нормально? Да Тебе решать, ты же монтируешь Ладно, чё? Я придумал одну вещь Вот сейчас Ты смотрел музыкальную интуицию? Нет, ещё Короче, музыкальную интуицию Это передача новой шоу на ТНТ, которую обязательно надо посмотреть Да, я хочу следующий выпуск сделать Вот так Начинается программа Идёт азиатская девушка Или девочка Вот так идёт С микрофоном Вот так А я за кадром За кадром говорю Всем привет, это музыкальная интуиция Телеканал ТНТ И с вами я, Азамат Масакалиф И сразу же выхожу И говорю, шучу, шучу Вот я Нормально? Будешь этой девочкой? Маленькой? Не, азиатская В принципе, да Азиатская Так это прикольно Это классно Да, потом я ей говорю Всё, мама, уходи И всё Это эксклюзив? Да, я сразу Видишь, тебе заранее Предпремьера Предпродакшн Предпремьера Это же на ТНТ Есть ТНТ Есть ТНТ Есть ТНТ-премьер Есть ТНТ-4 Вот я предлагал им сделать ПредТНТ Премьер ТНТ-4 премьер Что сначала до ТНТ Выходит на премьере Потом на ТНТ Но то, что не вышло На ТНТ-премьер 4 Потом то, что не вышло Задолго до ТНТ-4 Но вышло уже на ТНТ Выходит на ТНТ-премьер 4 И потом через две недели На ТНТ-4 Но на ТНТ-4 Выходит же то, что на ТНТ Было 4-5 лет назад На доске надо, мне кажется Разрисовать Есть кто-то, кто не разобрался? Мы сейчас повторим Есть у кого-то вопросы? Есть пользователи ТНТ-профилы? Премьер Что, кто не разобрался Или пользователи? Не разобрался? Азамат, будьте любезны Пожалуйста Повторите Эту простейшую схему Существует такой телеканал ТНТ Вот до эфира на ТНТ Контент выкладывается На ТНТ-премьер На такой платформе ТНТ-премьер Где-то за две недели А еще есть ТНТ-4 Ну это надо уважать ТНТ-4 И вот На ТНТ-4 Выходит контент Канала ТНТ Где-то спустя восемь лет Ну серьезно Там сейчас универ Премьера Там сейчас универ С Машей Кожевниковой На седьмом этаже Вот это все Когда она еще не умела В джипах ездить Да И Я предлагаю Между ТНТ и ТНТ-4 Сделать ТНТ-4 Премьер Я понял Ура Если вы не поняли Я очень надеюсь Вы знаете Я должна посмотреть Вот впервые в жизни Возможно я посмотрю в карточке Чтобы объявить актера Чтобы не ошибиться Значит Следующий гость Это актер Пародист Режиссер Вообще впервые Наверное Человек придумавший Майонез Как таковое Все приписал Швея Прикинь мать Так Подождите Вообще У нас никогда в жизни Я не помню Ни одного шоу На ютубе И вообще в принципе Кроме самого этого шоу Представителем которого Является этот человек Где были бы Люди Из этого шоу Представителем которого Является этот гость На русском языке Можно сказать Ну проще Что из этого шоу Не было представителя В этом шоу Это значительно проще Это значительно проще И спасибо тебе за то Тогда надо Одно из шоу Дать название Точно Ну чтобы открыть Потому что Это участник шоу Смеха панорама Кривое зеркало Человек Никогда не участвовавший В аншлаге Но при этом Известный как Пчела из аншлага Реально Ни разу Ни разу Александр Морозов А как Жопой куда Жопой вниз Жопой сюда Жопой сюда Как непривычно К зрителям спиной Санечек Как дела Санька Рой Здравствуй Сань Здравствуйте Саня Здравствуй Как дела Как всегда Прекрасно Мы просто не знаем Как всегда А что вы меня Объявили аншлагом Я не понял Вот я сказала Что не участвовал Я никогда в жизни Там не снимал Вы понимаете В чем дело Мне же западло Кстати реально Так интересно Вот эти вот Узнать Внутренние Скандалы ваши Да Сейчас В 2021 Очень интересно Задим Внутренние Скандалы Аншлага Вообще Все могу рассказать Вообще Никаких секретов Прикольно Вообще Совет всех Кроме Петросяна Ир действуй Так А кого Кто там Дубовицкая Вообще А вы хороши Кач в сливании Не на самом деле Вот смотри Никогда в жизни Не снимался И получилось так Что пригласили на гастроли А она была ведущей И мы все гастроли Друг от друга Вот так вот Она от меня Я видимо Тоже не нравлюсь Она от меня Понятно Вот И значит В финальный банкет Мы сидим Значит за столом Оставшиеся артисты Там не добиты Аншлаг же Стрельба была Да Убивали всех В Саратове Это было Там понятно Да И Даже не вопрос Вот И какая-то тема такая умная А я вообще не дурак по жизни Вот И я значит Что-то прогонять умный начал А Она говорит Морозов Да ты оказывается Не совсем придурок Похвалила с презрением Да Я говорю Почему я вас так объявила Просто потому что Это какое-то устойчивое Сочетание такое Сложилось Вообще не устойчиво Чилайзеншлага Извините Из кривого в зеркало Из кривого в зеркало Это как называется в психологии Эффект Манделлы по-моему Знаете Эффект Манделлы А ну да Да Что на самом деле Что про Манделлу Участвовать в диалоге Его немножко Надавить Нет нет Чуть-чуть В тексте Было бы так Типа Это же называется Эффект Манделлы По-моему Не Не А ну да И дальше Неплохо Поучаствовал Да В чем заключается Эффект Манделлы В том что на самом деле Манделлы не было Вообще Да Что это придумано Мельцина Негра Вот этого Не было Знаешь что это за эффект Моделлы Типа вот Ельцин когда уходил Он что сказал Конкретно Я устал я ухожу Он не говорил Я устал я ухожу Да Что есть какие-то вещи Понимаешь В голове у всех А не устоявшиеся Но их на самом деле Не было Ну да Он иначе сказал Я недавно была В Ельцин центре Он совершенно иначе сказал Он не говорил Я устал я ухожу Он так трогательно сказал Он сказал что я ухожу Давайте Может быть выпьем Давайте Давайте Стивен родненький Стивен Шарма Приходи к нам пожалуйста Внеси нам что-нибудь вкусненькое Чизария Ого он С огромной гусеницей что-то С тобой Да Спасибо Что произошло между нами Я это не заметил Я не знаю Как это получилось у вас Что получилось Позвать Александра сюда Мы сами не знаем Давайте выпьем За встречу Ура За встречу с вами Ура Привет Вы же ворвались на ютуб Недавно Ну как недавно Сколько год уже Два Почти год Да на нихренно Меня бы не показываешь Подождите Вы ворвались на ютуб Потому что вопрос нам Саш Секунду Ты тоже ворвался на ютуб Да А человек не подготовился Немножко и все Она была Занята прической Давай вопрос Нет подождите Есть шоу Которое называется Пчелка Да Это ж ютуб Я ворвался У меня 13 тысяч подписчиков Да Я ворвался Теперь больше Теперь больше Вот что значит Поставить ютуб на колени Вот 13 тысяч подписчиков Так И что вы там рассказываете Ты как блог Херену Ну короче Я экспериментирую То новости пилю Причем без подготовки Мне вот нравится Импровизация Сейчас вот друзей уже начал приглашать Чтобы партнер был Сейчас Мишка Грибничков Ну Фабрика Это воронежский Да Твой Изюма Его Да Вот Нет Не твой Ты не воронежский Я и так чуть-чуть воронеж На самом деле Больше Ира Одной ногой немножко Это стереотип про меня Это эффект Манделлы Что я из-за Знаменитый эффект Манделлы Википедии есть Знаменитый сегодняшнего дня Так И вы значит Там к вам придет Мишка Грибничков Уже был Я просто говорю Что я ищу Экспериментирую Читаю комментарии Которые говорят А давай кого-нибудь еще позовем Или там А лучшие новости А можно Вот без мата Мне молодежь пишет Нет Давай Чтобы мат был Давайте только мат Старые Старые люди Как я говорят Ты Морозов Охренел Тебя дети смотрят Ты что материшься Короче Я вот Как это Уж на сковороде Здорово И у ребят Есть тоже канал На ютуб Но он не такого масштаба Называется он как Азамат Мусагалеев Да Вау Что вдохновило Мы долго думали У нас не получается Другие имена Не влазят Да Не получается Ребят Давайте перейдем к историям Я никогда не Давайте Пим 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 Истории Истории Здесь есть некоторое количество Историй О каждом из вас Обо всех нас Как только Задача каждого Достать листочек прочитать, что там написано. В случае, если кто-то из присутствующих делал то, что там написано, там написано в формате «я никогда не». «Я никогда не выступал с Петросяном», допустим. В аншлаге. Да, то никто не пьет, получается. Да. Идеальный пример, Александр. Попробуем, да. Ну, давай, на тебе. Ты самый опытный. У меня никогда не было странных поклонниц. Соответственно, если у кого-то... В случае, если были у кого-то странные поклонницы или поклонники, то он должен был. Подождите, это как-то... Ну, блин, подождите-ка. Стал, уехал. Я могу привести пример. Могу привести пример странных поклонников. Я недавно открыла... Ну, во-первых, да, я должна выпить буду. Я недавно открыла Инстаграм и обнаружила... Там вот эти непринятые запросы на переписку. Я обнаружила, что человек со мной в течение многих лет переписывается. Он мне сделал предложение. У нас с ним дети уже, ну, типа, мы планируем. Он вот-вот приедет или там он что-то не может понять, когда, в какой день. Ну, ты скажи, в какой день. Он отвечает на каждую сториз, и она обращена к нему. На каждое мое появление где-то, и это тоже обращение к нему. Он устраивает мне скандалы, что, типа, а, понятно, у меня сегодня голова болела, значит, ты... В конце ты умрешь. Обычно это так происходит. С такими поклонниками? Похоронит тебя? Он очень много лет это делает уже. Потом застрелится и поймает тебя там, на том свете. Значит, мы встретимся. Ура! Так, слушайте, я могу сказать, знаешь что? Теперь одна бухаешь-то. У меня... Рассказала, и ты бухаешь? Да! Вы видели? А если я расскажу, тоже бухаю? Да. Видите, классно как. Вы видели, вот в сети ходит какая-то непонятная, непонятная группа сообщений, где какой-то человек обращается к другим людям, ко всем, кроме меня, и ищет меня? Нет. Типа, вот, вы актер? Да. А, да-да-да, точно, у меня это было даже в комментариях, ко мне приходил этот человек, конечно. Вот это считается странным, не знаю, какой-то парень, не знаю, ищет меня, чтобы спросить, как можно попасть в шоу «Однажды в России». Просто он у всех в комментариях, у всех людей. И у тебя тоже, я думаю. Люди уходят из «Однажды в России», а кто сейчас уже давным-давно никто не хочет туда прийти. Я пишу, здравствуйте, вы знаете, я знаком с Азаматом Мусагалиевым? Я пишу, нет, я не знаю, кто это. Потому что это явно, но деньги хотят выбить из Азамата. Нет, он причем, я даже с ним как-то один раз, ну, имел время общаться. И он такой говорит... В письменной или вживую? Нет, нет, в переписке. Я говорю, ну что, парень, что тебе надо? Он говорит, я вот что-то снялся где-то «Однажды в России», и мне не заплатили деньги. Это вара. Сто процентов. Либо дорог, либо вара. Я говорю, а кто тебя пригласил туда сниматься? Он не знает никого. Это в меру странно. Если ты снимался однажды в России за деньги и не получил их, ну, мы вам не дадим их. Я никогда не издевался над Дорохом. Да ладно, да ладно, блин. Не может быть такого. Я очень сильно издевался над Дорохом, всегда, всю жизнь издевался над Дорохом. Ну, держи тогда весь этот подгустой. Я просто не могу вспомнить, какую конкретную историю я должен рассказать. Ну, конкретную? Да. Даже не знаю. Ну, может быть, что-то про, когда он денежку попросил у тебя в Сочи. Это был пиздец, я вам скажу. Была ситуация, когда мы прилетели в Сочи задолго до всех. Дороха всегда хотел уехать раньше, когда мы договаривались. Типа, поехали, типа, игра 1 апреля. Когда поедем? Поедем, давайте, 2 марта поедем. Он просто не хотел сидеть дома. Я говорю, зачем 2 марта? Жилищные условия просто были не очень. Мы нет, мы будем, мы сильно писать, мы сильно готовим. Мы прилетали, и он сразу уставал. Он сразу не мог. У него же маленькое сердце, оно просто, ну... От пекинеса же ему пересадили, по-моему. Маленькое, быстрое. Ему же очень много надо всего сделать одновременно. Дорохов же просто... Вы не знаете, кто такой Дорохов? Подожди, надо мне фотографировать. Это вот, смотрите, у вас есть дети? У вас есть дети? А-а-а, понял, кто это. Я понял, кто это, да. Ну, в общем, если бы, да, если бы у вас были дети, вот это был бы Дорохов, скорее всего. У меня могут быть дети. Это будет Дорохов. А-а-а. Будьте уверены. И он мне говорит, типа, заранее приезжаем, и он там сразу сильно устает. Он очень сильно настроен, всех порвать, и устает. А в это время все, наоборот, стрепенулись, все так, ну, сориентировались, только-только начинают писать. И вот он говорит, поехали в Сочи. Мы говорим, ну, поехали. Мы прилетаем. Он говорит, все приедут, а мы уже все с тобой написали. И все-все-все. А он вдвоем предлагал уехать пораньше? Да. Мы приезжаем в Сочи, приезжают там какие-то команды, только-только заселяются все, и мы заезжаем с ним. Я говорю, ну что, мы будем сразу писать, давай бухать много. Я говорю, он говорит, давай. И начинаем с ним очень много сильно бухать. Просто, ну... На износ. Просто мы изнасиловали себя алкоголем. Просто пили всегда. Просто везде. Пили всем. Всем, вот просто. Причем мы это делали специально, типа, ну, сильно напиваться хотели. С утра прет. Да. Это называется молодежная удаль. Мы за... Да. Мы, знаешь, что даже... Наркологический термин известный. Молодежная удаль. Были деньги какие-то, были там, ну, деньги были у нас. Мы делали так, типа, мы пили все, пьем-пьем-пьем, и он говорит, пойдем, вот сейчас все пьют этот, боярышник, давай попробуем, выпьем боярышник. Я говорю, давай. А кто в себе пьет боярышник? Ну, типа... Вот мужчина уважаемый лежит, бьет. Что вы пили? Боярышник. Ну, только это появилось, вот только пить боярышник. Тренд. Тренд, да. Тренд, да. И все, и мы приходим в аптеку, говорим, дайте нам боярышник. Говорит, нет, ребят, какой вам боярышник? Вы что, нет, нету боярышника. Вы что? Мы говорим, тогда дайте нам спирт. Она только покупалась, продавалась такой же спирт, вот такой же, вот таких, этих... Фунфирик, да. Мы, короче, берем их два, они по 100 миллилитров. Берем два, приходим вот так, берем пустую бутылку водки и начинаем считать, как его развести. Это, получается, 0,5. Если, значит, две доли туда, три доли воды, получается. И до полного надо набрать воды. Получается так, чтобы получилось приблизительно 40 градусов. Я фиг знаю. Ну, пропорции мы составили. И, короче, мы взяли ватман. А шторы были закрыты всегда. Мы не знали, когда ночь, когда день. Мы просто пили-пили, просыпался, а я там, кто-то сидит с Дорохом, я выпил. Дорох уснул, я продолжаю с этим человеком. А ты кто? Говорил он там. Как ты в стоп, попал? Короче, вот так мы пили-пили и в один момент Дорох вот так берет стопку. Я считаю. Я считаю, он так сидит, говорит, сколько там? Я говорю, по-моему, на калькуляторе смотрю, говорю, по-моему, 30. Он так пьет, сколько там? И ты говори, там, 37. Нет, 33 и 7 грамм. Ну, по-моему, 33 и 7. Хуйня. Вот так. Он просто знает, что 40 должно быть. Он пьет вот так, пьет следующую стопку. Я опять там сижу считаю. Я говорю, подожди, я неправильно посчитал. И когда я говорю, сейчас я буду пить, ты скажи там 44 градуса. Хорошо. И он так берет, ну, сколько там? 44 градуса. То же самое. Он пьет, но... Ищет закуску. Короче, мы пропили деньги все. Все деньги. Я как сделал? Я взял деньги, которые я могу пропить. А которые я не могу пропить, я их не трогал. А он потрогал все деньги свои. Он просто пропил все деньги. Просто все. А мы вот... Жемчужина, такое большое 15-этажное здание. И мы вот так стоим на 15-м этаже в Жемчужине. Двоем с ним. Романтика, на крыше. Пьем с ним. И он мне говорит, а ты знаешь, Азамат, у меня закончились все деньги. Я говорю, что ты хочешь? Он говорит, дай мне, пожалуйста, немножко своих денег. Займи мне, пожалуйста, немножко своих денег. Я тебе с гастролях отдам. Я говорю, хорошо. А я ему говорил, нет. Он говорит, я все, что хочешь, для тебя сделаю. А это 2008 год, гастролей еще никаких нет. Не, уже были у нас деньги. У нас огромное количество денег было. То есть вы уже камызякием, камызякием? Да, да, да. Уже известные КВНчики мы были. А на каждом этаже, я напоминаю, вот вся гостиница, это КВНчики живут. И он говорит, пожалуйста, дай мне немножко своих денег. Пожалуйста. Потрогать. Я сделаю все для тебя, все, что ты захочешь. Я говорю, нет, дорога. Он говорит, пожалуйста, умоляю. Я говорю, хорошо, сколько тебе надо денег? Он говорит, дай мне хотя бы 10 тысяч. Я говорю, хорошо, я дам тебе сейчас 10 тысяч, но при одном условии. Ты сейчас прыгнешь вниз? Нет. На животе с 15 этажа до дайнера, который на первом этаже, должен спуститься, будешь вот так по лестнице. На животе, вот так, лицом вниз. Он говорит, хорошо, я готов. Это того стоит. Да. Я напоминаю, что будь трезвым, он бы этого не делал. Он пьяный. Я вот так с ним шел, спускался. И он вот так на животе, там еще скользко было, знаешь, скользкие такие, старые советские мраморные лестницы. И он вот так ехал, ну, ну, вы понимаете, да, вот лестница, и он вот так вот едет лицом вниз, вот так. Вот этот пролет, поварок. Пролет вот так проползает, и дальше. Люди смотрят, все. Просто рептилия какая-то, погаснился. Все, все, это звезды, они перебухали, они все, а так и есть. А так зарабатывал человек. Так, так, так и есть. Не, пить с Дорохом, это прекрасное... Я мечтаю с Дорохом пить. Это прекрасное, это прекрасное приключение, я вам клянусь. Он всегда в пьянке, всегда становится обузой. Всегда, Дорох. Всегда. Он однажды говорит, приходи ко мне на день рождения, я буду праздновать свой день рождения, мой день рождения, мой день рождения. Много раз говорил про свой день рождения. Я говорю, а куда приходить? Встретимся возле спорткомплекса, ну, в студенческие годы. Я думал, ну, какой-то мы встретимся и куда-то пойдем. И пришел, а там, ну, день рождения, вот. Типа вот здесь? Да, вот он, все, день рождения. На пне. Типа, вот он идёт. И мы, ну, говорю, блядь, ну давай, ладно, мы, ну, с ним стали сидеть на лавочке возле спорткомплекса в студгородке, набухались с ним. Я говорю, всё, дорог, я пошёл, я пошёл в общагу, я жил в общежитии студенческом. Я говорю, я пошёл в общагу, всё, он говорит, и я пойду с тобой, потому что у меня родители дома, я её сейчас имею. Я говорю, а как ты зайдёшь в общежитие, тебя не пустят, время уже, там, час ночи. Он говорит, ну, как-нибудь, давай зайдём в общежитие, я буду ночевать у тебя. Я говорю, хорошо, я сам уже давным-давно, ну, выгнан из этого общежития. Ну, окей, ты пройдёшь. И всё, и мы приходим в общежитие, я говорю, если что, тогда ты Антон. Ты Антон. А там вахтёрша, она там... Паткая на Антона. Да. Очень любила Антона. Она так открывает, открывает дверь там, она говорит, что, ты пьяный? Я говорю, ну, да, она говорит, заходи, а это кто? И он говорит, я Антон. Она говорит, какой... Бля, я ему не сказал, какой Антон. Я ему говорю, он говорит, я Антон. Я говорю, какой ты Антон? Она ему говорит, какой ты Антон. И Дорох вот так говорит, вот так она стоит, а я уже за её спиной. Он говорит, какой я Антон. И она говорит, ты не Антон. И он говорит, да я Антон. И лезет вот так, туда. Лезет. Она так... И она берёт, вот, ну, знаешь, такая старая, сухая, очень жёсткая женская рука. Да, сухая такая, знаешь, и она вот так сильно ему блядет. Он же ещё маленький, вот так сильно по лицу. После этого она такая... Как тряпка, знаешь, любую форму приняла лицо. До этого был очень красивый нос. Разогрелась сильно просто. Да, очень сильно. Он говорит, ты не Антон. Ты не Антон. Вот так она... Закрыла дверь. И получилось, что Дорох стоит на улице. Я ей говорю, допустите Антона. Она говорит, мозги не ебей, иди отсюда. Всё, это он не Антон. Я говорю, тогда выпустите меня тоже к нему. Она такая, всё, иди отсюда. Меня выпускает на улицу. И мы с Дорохом полезли, вот, как обычно студенты лазят к себе. Через... Через балконы, да. Вот это всегда абуза. Всегда. Дорох всегда абуза. Хорош. Можете рассказать самую всратую историю, и это будет про Дороха. Есть у вас множество предложений? У меня про Дороха очень много историй. В таком случае? Ну, у нас свой Дорохов был. Это кто? Тоже про обсягу. Я не знаю, застал ли вы. Все, наверное, не знаю. Были в советское время, только закончился Советский Союз. Только началась вот эта херня. Это, получается... В России же называется. Зачем так? Я имею в виду, вокруг. И вот от еще Советского Союза остались фотообои, на которых были изображены березы. Помните что-нибудь? Да, да. Есть такие чувства. И у нас комната в общаге была обклеена вся стена одна, вся была вот в березах, вот. И у нас был человек с Казахстана. Ты не оттуда? Ты не оттуда? Нет. Это не ты? Он причем был русский, но с Казахстана приехал учиться. Крепко пьющий. Я алкаш конченый. Он вообще чемпион мира. В общем, ночью мы пили крепко. Спирт-рояль, если кто-то тоже помнит. Да, конечно. Два разные предмета. Очень-очень. Распутин, Распутин. Да, да. Вот рояль мы жрали. В общем, я просыпаюсь, под утро уже так светает от сушняка, значит, и смотрю, Вова, его Вова зовут. Значит, он подходит к стене, снимает штаны и начинает срать. Срать, не ссать, срать. В лесу, типа, в березках? Да. Я ему ору. Я в меня... Я говорю, блядь, ты что делаешь? Он говорит, ты что, дай мне... Я же, говорит, в лес ушел, посрать. Белок, белок спугнешь, ты что? Серьезно это было. Ну, потом мы его заставили все это дело убирать, но зато во всей общаге теперь знали, что эта комната называется обсерватория. Так нас называли, да. Я так, нашла бумажку. Меня никогда не бил педагог. Я могу рассказать, как не бил. А матом же можно, да? Можно, да. Пиздила! Директриса! Директор школы! За что? Я не знаю, сейчас такое есть. Дежурный по этажу, там, по школе. Есть такие? Было, было. Которые вот это не бегать и все? Да. Повязку красную тебе надевают. Да, звонок. И, значит, я в классе пятом, в шестом я пионер. Я стою, значит, на входе в школу и не должен чужих мальчиков там пускать, хулиганов. В общем, стою, и приходят мои кореша, которые старше меня там на много лет. И им надо зайти. Я говорю, а как я их не пущу? Естественно, я их пропустил. Об этом узнала директор. Погоняла метр с кепкой была, она была очень маленького роста, и у нее такой шиньон был какой-то на башке огромный. Вот, она меня за шкирку, заводит себе в кабинет, она срывает с меня пионерский галстук, говорит, что я фашист. Берет, я тогда и волосатый был тут, она меня берет за волосы и со всей силой начинает бить о шкаф. Пятиклассника, представляешь? Со всей силой. Вот так. Затылком? Затылком. Кошмар. Это серьезно? За то, что вы пропустили? Да, взрослых мальчиков, которым я не могу сказать. Нет, потому что это с последствиями было бы. Вот. И она у меня отняла галстук. Представляешь, в то время без галстука идти домой. Это кошмар, это холд. Бозорище. Вообще. Ужасно. И я, значит, что мне делать, продуло. Солнечное плетение не защищено. Но я не плакал, ничего, я собрался. Я же мой парень, мужик, пацан. Вот так продуло вот здесь. Я иду домой, понимаю, что мне все, кранты. А мама стоит на улице и веет семечки. И видит, что я расстроен. Она говорит, Саша, что случилось? Я говорю, вот так вот директор, говорю, галстук и все. Она говорит, Саша, пошла нам в жопу. И я тебе завтра новый галстук куплю. И все, и не ходила к ней. Вот такая мама у меня. Это еще и очень мудрый выпуск, да. Аза, твоя история. Ты рассказывал где-нибудь, нет? Про чувака, который... Девочка должна была выступать. Дорогие педагоги. Она сейчас, наверное, посмотрит. Давай без имен. Да, давай. Уберем. Не ку**. Реально, убери. Пишет, ты всех нас сдал. Короче, у меня была одноклассница. Девочка, она очень сильно картавила. Очень сильно. А она была такая активистка. Активистка. У меня товарищ, наиль. Он... А, бля, без имен. Федя. Слушай, давай тебе глаза закроем и рассказываем. Пес, пес. У меня товарищ был пес. Это гораздо лучше. Да, мой одноклассник. И он... Мы сидим вот так в актовом зале, и нас там, как десятиклассников, говорят, вы обязаны, вы обязаны создать концерт навстречу выпускников. То есть какие-то люди, которые закончили школу, приходят там 300 лет назад. Они пришли, сели вот так, сидят. И мы, как десятиклассники, типа, вот мы им концерт даем. И вот все, это концерт. И вот эта вот девочка, она была ведущей. Самые первые слова она говорила. У нее была красная папка. И вот так она выходила. И на репетициях мы вот так сидели в зале. Просто сидели в зале. И она так была... Она выходила и говорила стих сразу. Она выходила. Школьные годы чудесные. Убавляй. И она убавляет. И выходит она. Вот так открывает папку. И такая. Педагоги все прекрасны. Педагоги все прекрасны. Вот так. И когда она говорила, педагоги все прекрасны вот этот пёс который со мной он есть до горю педагоги пидорасы подсказывал вот так он ей вот так подсказывал всегда 1 1 такая да хватит тебе там давлетов перестань прекрати прекрати да чё ты ты же все равно так не скажет хватит я вот так вот педагоги все прекрасный педагоги педагоги да хватит хватит вот так вот так и все это было там всю неделю он так он заебывал ее все репетиции вот пятый шестой урок и потом до вечера он не заебывает и все февраль первая суббота февраля вечер встречи выпускников и мы вот так вот так кулиса актовый зал все там сидят мы вот так за кулисой школьная сцена маленькая живота и вот так я сижу иудись он сидит и она так стоит и начинается там пам 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 да да и он ей говорит он ей перед выходом говорит не смотри не скажи и смотри не скажи и смотри ну а там сидят районова все директора директы все горона районова она еще какая-то великолепная знаешь она все же все десять лет великолепная ученица и кроме вот этой подсказки об этой подсказке знал только я вот этот пёс и она потому что завуч по внеклассной учебе она говорил как он тебя сбивает как она меня он сбивает но как он тебя сбивает я не могу сказать я не могу сказать она говорила ну и реально ну все хватит их же просто выделываешься хватит давай иди говори свой текст все и вот так кулиса вот так я сижу он ей говорит смотри не скажи и она так пошла папа 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 пришла вот так между нами вот где-то вот когда стены метр два-три и она как открыт папку и такая педагоги все прекрасны и он в 10 сахарик прораст просто он уже сам привык это говорит он сам привык вдруг педагоги выбирался и она Это, знаешь, как будто, ну, пауза, знаешь, вот так все произошло, реально. Она умерла по-любому в тот момент. Ну, и она причем, ну, она такая, типа... Она не поняла, да? Да, она не поняла, что сказала такая. Я такой смотрю на этого пса, он такой, е-е-е-е. Ты понимаешь, что... Ну, ты понимаешь, вот смотри, я просто, вот сейчас анализирую, вот смотри, просто. Он задумал, чтоб так было. Задолго до рождения. Вот он задумал, чтоб так было. Это так было, ну, случилось, и он в этот момент говорит, е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е. Я клянусь... Ты зачем? она она вот так закрывает папку спрыгивает со сцены вот так и убегает естественно все там все эти вот выпускники они умирают со смеха просто ну это моя любимая это педсовет все дела беда я признаю что с ними ведь что-то здесь же обычно люди ничего не сделали а я на педсовет его его на педсовет и все дела его же убили в последнем сезоне игры престолов у меня с ним есть история мы потом с ним вместе учились в университете на первом курсе что ли да он не говорит всем живем училить и он мне говорит я сегодня приведу девчонок давай с меня девчонок а с тебя стол я говорю хорошо давай ладно просто просто собрать люди под той как деревянный стол короче это про деревянный стол спасибо алкоголь короче все дела я говорю ладно хорошо я нажарил там какую-то картошку чтобы бутылку водки денег нет все вот еще и он приводит 2 крокодилов блять очень сильно можно так говорить некрасивых людей вот просто 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 и мы по земле вот так ползут с такой челюстью 2 очень сильно некрасивые наши шершавые у них они приходят и еще чё-то 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 в лейте себя там чё-то да я говорю ладно чего сидим и выпиваем и в процессе короче как бы мы разбились по парам все и и в В процессе разговора я понимаю, что мне досталась какая-то дальняя родственница еще. Твоя? Да, дальняя родственница. Грубо говоря, наши двоюродные матери и двоюродные тети. Ну хрен знает, короче, вот так. И все, я понимаю, что все. Нет, 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 нет. Еще знаю, что вот эта клановость собирается, там все родственники соберутся, не дай бог еще встретить. Короче, нет. Я, короче, все и себе дал понять, что и, короче, все. А этот с этой, со второй. А я выглядела как-то. Он такой, что вам, вам к ней, что-то, что-то. И так, и так, все, выпей еще, выпей, пей, пей. И все, наступает ночь, я вот так лежу. Ну кровать, две кровати. С крокодильчиком лежишь? Да, вот с крокодильчиком, с сестрой, блядь. И все, я вот так лежу, ну и понятно, и она понимает, что сейчас будет спать, и я тоже спать. И я вот все, спокойно лежу. И мы оба не спим. И даже не разговариваем, все. Как бы мы уже, все. Официально секс. Все, вот так мы лежим. А на этой, на этой кровати там борьба. И вот, ну, слышно, это в двух метрах от тебя. И там, на этой кровати происходит такое дело. Даня, они слышат, они... На, они не слышат, они. Да они не спи, они спят. Вот так он говорит. У него дрожит. Не спят. Они не спят, ну прекрати, они не спят. Они спят, но спят, но на него хватит. Ну вот такая хуйня. Я вот уже, знаешь, настолько... Я просто вот так на них смотрю лежу. а он такой-то ну он естественно даже не знать спим без разницы все у него уже ну все и он так что называется нетрезвый сел за хуй и короче начал и начал короче ну она лежит и он такой и он говорит фразу которая меня уничтожила просто я напоминаю он впервые их видел он с ними познакомился и привел их вот первый день вот утром они встретились вот он вечером их привел и он так вот с ней борется 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 и в конце вот так в конце концов говорит да тихо что я люблю тебя это запрещенный прием сразу раздали карты сразу у меня моя истерика была вот я клянусь я не будет но вы не дали им заняться любовью конечно блин ни хрена себе я начал просто комментировать потом все любит человек я никогда не смотрел супер бобровых я никогда чуть такой я не вы не смотрели я понял что я даже за история но я не знаю а что это сериал не это фильм помните не в каком-то году вышел недавно супер бобровы да 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 года три-четыре назад меня просто приглашали на этот фильм я не 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 посмотреть короче там просто немножко грязная история поэтому я давайте мы не виды сейчас достопочтенные люди доверяются дыри цедрин моя знакомая девушка просто пишет мне говорит у меня есть два билета в кино пойдем в кино вдвоем и и придадимся прелюбодеянию в полном смысле не при приорально а попкорн с меня это да говорит пойдем в кино и сделаем гадости там так это не твоя девушка это просто не моя девушка знакомая да с которой мы общались в этом плане общались да и она говорит я говорю да хорошо подожди а какой фильм она говорит супер бобровый я отказался я не пошел хотел чтобы и фильм и рыбку съесть и да ничего себе сашечка конечно какие запросы у него да но это странно реально ты же бы а тебе просто не пора ты из-за того что ну да у сашка понимаю я поняла я понял почему потому что акт на самом деле намного короче чем фильм и пришлось бы смотреть мы решили все это время понимаешь в моем случае акт еще до фильма бы произошел присвете понимаю во время рекламы 6 плюс все пошли я никогда не травмировался на рыбалке это чья-то из ваших историй это не моя я травмировался а ты правда искать мазяк да прямо с моих самих просто я там бывал много раз я рыбак как вы травмировались на рыбалке можете рассказать я поймал огромную ловил причем судака с глубины у меня была тяжелена как блесна я уже подтянул думаю это не судак потому что там судак он как как бревно поймал и тянешь а это что-то бе бешеная и я смотрю щука ну где-то килограмм на 8 здорово до 80 на 8 8 8 очень большая щука и у меня спиннинг в дугу а я значит пассачек завожу и дано машкой башкой любит трясти и сам удивительно что я это был первый раз в жизни наверное когда я рыбачил в очках я не рыбачу в очках это меня спасло и вот щука мотнула башкой у нее блесна вылетает и это со скоростью пули летит мне в глаз рикошет это об стекло крючок тройник тройник мощный тройник и вот так вот мне прям всю щеку так насаживает вы умерли да я до сих пор мертвый блин как жаль сейчас бы к нам пришли в гости вы ловили на спиннинг на рыб на на блесну на спиннинда а помните знаете как я ловил на блесну вот так нет берешь отрезаешь половину бутылки двухлитровой понял половину берешь вот эту нижнюю часть вставляешь деревяшку вот так чтобы она помещалась здесь двумя шурупами закрутил чтобы держалась наматываешь леску вот так на вот эту штуку чтобы вот так когда кидаешь понял направляешь ска сматывается до она размах и потом вот так стоишь наматываешь ребят я прошел через это и просто зачерпываешь песок в итоге не не поймали только не блесну брашай чтобы чтобы не наматывать ну это большая обман рыбы когда просто ее отпускаешь по течению даже не совсем по дну лежать я поздно тебя встретил так бы я конечно шоковал каешь подтянул и блесна играет там на солнце они видят да не на блестяшку бегут это маленькая рыба который ничего не сделает для мужской выпуске я так рад что собрались у нас одна бумага одна бумажка осталось кто я вытащит угодно это же сама не буду я я никогда не мылся в луже что никто не мылся в луже в детстве я мылся в луже так все в детстве маленький соцопрос кто-то из присутствующих а до 1 2 это тоже самое позволял нырять в плане вас в каком возрасте до лет 10 12 14 ну 20 максимум ну то есть сознательно уже конечно у нас просто обкидали грязью мусора на митинге нас обкидали буквально на днях просто старшие ребята мы играли в прятки мы очень сильно любили играть в прятки я уходил и все и никто не мог достичь меня ник я я делал такое я делал подкопы я делал тоннели я забирался под кору деревьев под кожу сзади в рюкзак искал я садился за сзади в рюкзак как кальян и все правда мы были повернуты на прятках и вот однажды мы играли никого не трогали пришли старшие ребята ну все испортить как обычно чего у вас тут классная игра давайте мы вам все испортим плохиши и все просто обкидали нас грязью дело было после дождя я не понимаю почему такой метод они выбрали унижение очень странный я говорю ну посадите на бутылку но все все же не грязь вот откидали нас грязью и я я же не могу пойти домой грязно меня загонят а там еще доигрывать надо я лидирую в таблице правда на земле начерченный на гараже на гараже на воротах я не мог пойти домой правда но и грязным невозможно играть потому что это камуфлирующее свойство получается убивает все и ты изгубнулся да я просто подошел в лужи в эту лужу причем мне кажется срали коровы срали люди там ну все срали кто может срать разводы вот эти знаешь масляные от машин цветные красивые да и я просто вообще я я попрал гигиену в тот вечер я просто брал воду из этой лужи вот так вот мылся я плачу и моюсь прикинь потому что я не хочу идти домой меня загонят но и грязными не могу играть все и потом легенды ходили о том какой я грязнуля а сейчас трусики чистое трусики чистое да я очень простирнул в лужице пошел разбил вот так ледик зимой голый так я вспомнил одну очень очень страшную вещь холокост это конечно не сопоставим я просто говорю что мы когда гастролировали мы поехали большой кастрольный тур командой и у меня в этом туре разболелся зуб очень сильно я лечил его вот так в каждом городе то есть в одном городе там продырявили в втором запломбировали до втором и она пишет записку я ему сделал вот это вот это передала там с собой даете да мне с собой я к следующему врачу приезжаю там сразу это перед концертом они там обезболивают все я вот так вот из города в город и мы приезжаем в город стоматологические гастроли который называется салихард это ямало-ненецкий какой-то нет прекрасный город салихард короче и нас селят в гостиницу он же славится своими стоматологами славится своими стоматологами и мы как-то угадала и мне сделали процедуру я все я лежу просто в гостинице я не могу меня очень сильно болит зуб от муха дорог там ребята из моей команды мы сейчас поедем а мы дали вам даем концерт приезжаем гостиницу и мне говорят завтра мы не улетаем город закрыт метель пурга вы еще здесь два дня будет и все я понимаю что мне было скучно все просто отвратительно все начинается быть и мы такие все я лежу в этом и пацаны надо не надо скучать надо что-то делать надо заняться весельем мы сейчас поедем в миру узнали здесь есть местный ночной клуб называется морожка мы сейчас поедем туда выезжайте я не поеду все мы поехали в ночной клуб морожка все они уезжают у меня зуб я лежу какой-то сериал смотрел все и слышу знаешь шумная компания когда возвращается это голоса что-то художественный смех я вот так открою дверь идет дорохов веселый вот так с двумя бутылками коньяка не возвращается с ночного клуба идет муха и идет с ними пара мужчина и женщина взрослые мужчина и женщина и у этого мужчины вот что-то в газету вот так завернут а вот так вот так вот идет с ней с этой штука вот так вот что-то в газете завернута и женщина такая или заходим в номер к дорогу или г aggressively такие о игре то ж ты там что-то чего давайте все он садится на пол вот этот мужчина мы познакомься это вот такой-то такой человек это такое-то такое-то вот так расстилает эту газету а в этой газете из мороженая рыба сырая замороженная рыба строганина да и он говорит я сейчас буду вас угощать он выпишет я сейчас буду вас угощать нашим местным деликатесом называется вот он как-то как-то в угол газеты насыпал перец с нолью все чир был они чир или муксун да вот муксун муксун таким большим не бывает один-один короче и достает вот такой огромный нож вот такой огромный тесак достает вот так вытаскиваю из ножного и начинает вот так нарезать на полу так мелко тонким слоем так рыбу и горит на вот попробуй мне все у меня зуб болит блять и я вот так беру да все говорю вкусно все я начинает разливать коньяк начинает вот это все вечеринка у них началась я говорю все я нет я вынужден вынужден уйти я захожу к себе в номер я посмотрел одну серию какого-то сериала я не помню минут 40 час меня не было и так возвращаюсь к ним обратно а так захожу номер а тишина в номере просто кровавая тишина и вот так ты заходишь сразу дверь в туалет и вот так потом стена и дальше идет комната и там они сидят я вот так захожу и смотрю на двери туалетный вот так руками кровь кровь и тишина блять вот реально тишина я думал блять что произошло я думал пьяному гарри этот тип но он был такой знаешь все хотел все показать я вот так заглядываю в комнату и смотрю на подоконнике лицом ко мной ко мне вот так на подоконнике вот так сидит дорог не вот так сидит дорог а вот так лицом к нему на полу все там же сидит вот этот тип обезглавленный не сидит и что-то вот так вот говорит да да вот чё ты дальше вот таким как в игре знаешь растепленный персонаж неважный понятно что-то говорит и что-то рассказывает и я вот так дороху говорю типа что что я так я не могу типа что с тобой ну типа не могу я буду что дороху Показывай, типа, что случилось. Дорох вот так делает. А Дорох не может, потому что на него человек смотрит и говорит. Я, блядь, не могу понять, как вообще посмотреть. А женщины нету? Женщина сидит вот так. А уже такая, все. И куляс лежит просто вот так. И все смотрят на него просто молча. Все смотрят на него. Глаза выпали, знаешь? А кровь вот так, вокруг него кровь, пятна крови. Я не пойму, блядь, что от рыбы не может быть такое. Ну, мороженое, рыба, не может такое быть. И я в один момент такой. Как дела? Пришел, разрядил позитивчик. Просто, ну, знаешь, в такой тишине просто я рассказывал. Я говорю, как дела? И ко мне вот так поворачивается этот тип. Вот так поворачивается. А у него вот отсюда, начиная, вот до сюда. Вот так разрезано лицо. И вот так разъехалось. Блядь! Вот так сильно разъехалось. И он вот таким лицом продолжает. Слушай, нормально, мы тут сидим. Я говорю, блядь! Ну, чуть-чуть же видно тебя, ну, внутри уже даже тут. Я говорю, что с тобой? И он вот таким лицом, он говорит, да ничего, нормально. Я такой бывал уже, все нормально. Все хорошо, ничего страшного. Я говорю, ну, ладно. Да, он с вами живет! Я не могу, ну, спросить, как это произошло, почему. Он еще пришел такой, да, нормально. Ну и вот, короче, и вот она мне говорит там что-то. И Дорох продолжает. Ну, он сильно выпивший прям. Ну, как вот, как сейчас мы вот так вот. Ну, то есть, я уходил вот так было. И там, ну, чуть-чуть они выпили. Ну, не знаю, бутылки. Ну, не чувствовал, я думаю, боли и всего остального человека, правильно? Ну, их там было пять-шесть человек, они выпили две бутылки коньяка. Ну, нет, с учетом того, что мы тогда пили очень многое на нас, их не могло так сильно. А может, это был вурдалак данный момент? И Дорох мне выходит и говорит, знаешь, как это произошло? Я говорю, как? Он говорит, ты ушел. Вот ты ушел, и это произошло через две минуты. Через две минуты. То есть, он давно такой. Типа, через две минуты. Он такой говорит, он говорит, иногда, говорит, попадается. Вот так резал, говорит, иногда попадается кость. И у этой рыбы, кость, она, знаешь, она бывает вот, ну, что, вот так, говорит, как. И, говорит, у него соскали, как пиздано, говорит, и он говорит, спокойно, 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 глаз на месте, спокойно, спокойно. Глаз на месте, а его чуть-чуть, и он один, знаешь, не первый раз. Спокойно, глаз на месте. Спокойно, спокойно, глаз на месте. Здоровай. Ну, что, у вас есть что? Можете это уже пересказать? С контролем я могу тоже рассказать. Давайте, самую бомбическую. Приезжаем, значит, коллективом своим, значит, частью кривого зеркала приезжаем на Дальний Восток и гуляем по Владивостоку. И идем мимо аптеки, и висит небольшой баннер, написано «Сиалис». Две таблетки по цене одной. Я и не знаю, что такое «Сиалис». Ну, заходим внутрь. Что-то надо было купить. Буква пропущена? Нет. «Сиалис». 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 «Сиалекс». Теперь-то я знаю, что такое. И что-то... Она говорит, ребят, а «Сиалис» не надо? Вот у нас акции под... Две таблетки по цене одной. Я говорю, а что за «Сиалис»? Она говорит, ну, это типа «Виагра», только круче намного. Самое главное, что совместим с алкоголем. Ну, а для меня это... Главный факт. Главный факт, вообще, да. Я, естественно, покупаю за 800 рублей две таблетки. Это очень выгодное. Это да. Приобретение выгодное. В общем, мы сразу же заходим в пивной бар ближайший. Я беру пива со себе, значит, выпиваю. А написано в аннотации, что через 20 минут начинается действие. Эрекция. От руки, да, аннотация? А у вас еще были какие-то планы на вечер? Не было. Ну, мы в гостинице живем. В гостинице. Просто попробовать эрекцию. Всякое бывает. Никогда не пробовал эрекцию. Что это за вещь такая? Да. Ужин и эрекция. Чтобы вместо стола тарелку... Пусть я решил заказать эрекцию. Так. Вот. Ну и для этого же последовательность нужно правильно соблюсти. Ну, сначала... Она же нужна, эрекция. Для чего это же нужно? Эрекция? Эрекция. Это древнегреческое. Нет, ну я же в гостинице живу. А в гостинице всегда можно использовать эрекцию. Как ты? Сначала... Чтобы убрать в номере. Да, врази... Прочистить унитаз. Да, по-моему, по хронологии немножко неправильно. Ну, ты как? Сначала же нужно найти кого. Барышню. Да нет, ты что? По гостиницам не жароку. Просто ты с торчащим членом ходил искать? Да подожди же. Ну, все, извините, да. Извини. Да-да-да, интересно. Главное в этом деле эрекция. Бабу потом найти можно. Я про это говорю, но это странно. Что странно-то? Главное, чтобы эрекция. То есть ты вообще, ну, не... Как сказать? Ну, ты не учитываешь, что может быть момент, что не найдешь бабу? Нет, не может такого быть. Ты что? Алкоголь, там же алкоголь фигурирует. Это же слепо. Гостиница, проститутки. Ты чего? Ты как будто на гастролях не убываешь. Я не знаю, про кого ты говоришь. Никогда не слышал. Жрица любви. Саня, ты хоть меня поделаешь. Знаю, конечно. Вот. Мы из лужи пили. Вот. Братки. Единственная проститутка, которую я знаю, единственная проститутка, это в которую Ричард Гир влюбился. И все, больше нет. Джули Робертс. Да. Понял. У меня есть шутка, но я никогда ее не скажу, потому что не хочу сидеть в тюрьме. Ты мне проколол. Все, продолжаем? Все, да. Ну, правда, смешно же. Вот. И я, значит, выпиваю, запиваю пивом, потому что можно же пивом запивать, она же совместима с алкоголем. Вот. Ну и сидим, а пацаны на часы. Все, ты выпил, да? Да. А пацаны на часы. 20 минут. Они, ну чего? Я говорю, плацебо. Пацаны вы, оказывается. Ничего не работает. Я говорю, да что это, это обман? Я знал, что обман за 800 рублей, и у тебя будет... Это дешево 800 рублей? Ну, конечно. В мире, в мире этого, я тоже не знаю. В мире обманов. Это очень интересно. Короче, мы приезжаем уже в гостиницу, ближе к вечеру. Так вы еще не в гостинице, Баб? Нет. Я и говорю, это очень, ну... Нет. Опрометчиво. Да ничего опрометчиво. Всегда так было, только бы с Сиалиса. Проститутки. Проститутки есть всегда. Ты что? Таким, ты не контролируешь. Не контролируешь. Что не контролируешь? Эрекцию тогда получается. Здесь две таблетки происходят вот так, да? Да. Да подожди, я же не знал, как это вообще действует. Так, давайте послушаем. Интересно, да, на что вы надеялись. Ну, подожди, ты сам знаешь, как закончилась эта история? Да. Очень. Так, ну-ну. И мы садимся уже бухать водку. И ужинать. И мы сидим, значит, в компании, значит, наши артисты, значит, там еще какие-то люди пришли. Мы сидим, значит... Я что-то в карман... Хоп, вторая таблетка нашлась. Я говорю, я, говорю, вторую выпью. А они мне говорят, не надо, не надо. Ты же не знаешь, что это такое. Я говорю, да это, говорю, мел, херня. Говорю, не может быть, чтобы я выпил таблетки, у меня... Все. Подождите. Тут самообман наступает. Если это мел и херня, зачем ее пить и надеяться? Чтобы не пропало добро. Я могу понять. Восемьсот рублей уплощено, да. Обосновано. Да. Я выпиваю вторую таблетку и все. Ну, ничего не происходит. Не помню, и вот я теперь такой. Ничего. Ничего со мной и не происходит. Так. Ну, я и расслабился, в общем-то. Поэтому мне и проститутку не надо было. Я пошел спокойно, лег в номер спать. Под утро. Просыпаюсь, левитирую. Я пытаюсь... Во мне, я с кем-то просыпаюсь. Я пытаюсь сбоку на бок через живот повернуться, у меня не получается. Беременность. Стопор там. Это было семя мужское. Там железный стопор. Замороженное мужское семя продали. Нет, мне там... Хвастаться... Засушенное. Хвастаться особо нечем размерами, да. Но, тем не менее, даже мой размер не давал мне перевернуться. Потому что, ну, это... Ох! Да потрогай, заман! Так, утро. Да, подожди. Что вы с этим делаете? Мы... Бетон. В смысле не давал перевернуться? Объясни, пожалуйста. Писька сильно торчит, как камень. Квадратное. Как железо. Назовем это бетонирующая сводка. Да, да. Познавательный выпуск. Я напоминаю. Животноводческий, я напоминаю. Вот как... Вот не согнуть. Так. Вот... Нет. Никак. Не туда, не туда. Вот так. В целом. Вы, конечно, могли зафиксировать? Подумать, что мы будем слушать такую историю. От Саши. От Александра именно. Могли. Ну и что дальше? Вот. Дальше хуже. Ты умер? Это уже второй, да? Умер он в прошлый раз? Подожди. На, мы, значит, переезжаем в другой город. На поезде. Ты все время с этим... Да. Да. А как вы ее прячете? Как? Я же в одежде все. В ягодице? Под ремень? Ну, просто... Извини. У меня не такое, что под ремень. Вниз, под ягодице. Ну, что вы, ну... Мы же не проверим сегодня, скорее всего. Да, я могу... И очень узкая походка. Это я... Это, Лайк, как петельку пришиваешь и все. Да, сейчас я расскажу, Лайк. Мы, значит, сутки из Владивостока переезжаем... Так я тебе про это говорю. А где проститутка за эти сутки? Уже нету. Где в поезде проститутки? Только проводницы. Ну, там проводницы старухи. Поэтому без вариантов. Я не геронтофил. В общем, терплю. Это не проходит. Это не проходит. Вообще. Я не очень знаю мужскую физиологию. Это же сложно. Это больно уже. Это больно. Это уже больно. Откратительно. Ненавижу это. Да. И сделать ничего невозможно. Мы приезжаем, значит, в город, по-моему, Благовещенск. Дальний Восток. Да. Азамат, ты гуглишь? Да, да. Мужская эрекция. Что такое? Бесплатные миссии в Франции. Никогда не было. Что такое? Как купить? У меня ничего не проходит. Мать его. Начинается концерт. Это уже сутки, да, прошли? Да. У меня номер... Вот так часы тикали, да? Тогда в то время был у нас популярен номер один. Назывался Трио Подагра. Пародия на Виагру. На коллективах. Девчонок. Мы в обтягивающих платьях. Три мужика. Я надеваю платье. У меня платье вот так вот торчит. А кто-то обратил внимание? Да кто? Все мои знают, естественно. Они знают. А все знают. Просто ходят вокруг этого. Я же не могу к зрителю выйти вот так вот с платьем, со стояком. Ну это же вообще зашквар. Будем называть с палаткой. С палаткой или там что-нибудь, не знаю. Шпиль. Эльфилева башня маленькая. В общем, не знаю, как назвать. В общем, катастрофа. Ну достопримечательность. Какая-никакая, но да. Лайфхак. Мы пошли в аптеку и купили эластичный бинт. И примотали его кляшки мне. Бинго! Я отработал концерт. И самое интересное, что концерт закончился. Я, видимо, настолько перепугался, что у меня все успокоилось. И успокоилось надолго. До сих пор. Ну нет. Все. Саша, а кто в этом участвовал в перематывании бинтом? Можете перейти? Друзья. Друзья приматывали. Виктор Разумовский и Игорь Христенко, если тебе интересно. Вот. То есть, если тебе надо будет, я позову их, они тебя... Они тебя примотают тоже. Тоже тебе примотают. Что хочешь? Ребята, по сегодняшним историям я так рада, что вы выжили все. Спасибо. Вообще. Про Юрмору прекрасная история. Короткая. Обожаю прекрасную историю. Она не смешная, но потрясающая. Обожаю не смешные. Первый раз приехал на Юморину. А, это же все тоже в Юрморе. Да, да, да. Тот же самый зал, Зинтери. Все. Первый раз приехал. И, естественно, концерты. Некогда посмотреть. Последний день остался. Мы все в говнину упились. В общем, гостиница. И я понимаю, что я даже на море не был. На Балтийском. И думаю, я должен пойти. И я друзей каких-то пытался поднять. Они все в говно. Я говорю, ну пойдемте, сходим. Никто. Я один, значит, через эти сосны пробираюсь. Выхожу на пляж. А на нем стоят огромные бульдозеры и ровняют песок. И вот этот грохом дизеля вот этот шумит. И я понимаю, что все мое чудо, оно на смарку. А я хотел рассвет встретить. Увидеть, как солнце встает из-за моря. Такая романтика была. Я думаю, ну что делать, хоть так. Я подхожу к воде. Они снимают трусы. Это же дети, получается, уебки понастроили. После них ровняют, после детей. Наверное. Кто еще тут сидит? Я снимаю трусы и голый, а там же очень мелко. Долго-долго. И вот я иду. Без трусов? Вот захожу в воду, да. Просто со спущенными идет? Нет, я снял трусы. Хочу это представлять. Все равно попытаюсь абстрагироваться, потому что грохот. И вдруг слышу. Один выключился. Другой. Смотрят. А там их штук пять, наверное, бульдозеров. И они все заглушили. Они поняли. Они поняли, что я иду встречать рассвет. Эти люди рабочие, трактористы эти. Они, да, они выключили трактора. Я долго шел, встал из солнца. Я стоял, плакал от счастья. Серьезно. Ну, пьяный, счастливый. Море, Балтика, Юрмалы. Ну, счастье. И я выхожу, значит, голый из воды. Надевая трусы. И он брум-брум-брум-брум-брум-брум-брум. И началось. И я им кланялся. Они мне там что-то махали из кабин своих. Вот представляете, какое чудо. Какие добрые, потрясающие люди там. Ну вот, а я в луже помылся, в принципе, тоже. Неплохо, Саш, нормальная история была. Нормальная жизнь у тебя, захватывающая. Ребята, это слава богу. Скажите спасибо, что Азамат еще не воевал. Сейчас мы будем стопы на службу. А вы знаете, что он меня... Или... Он меня наебал, прикиньте. Я... Мы когда-то просто общались. И я говорю, слушай, а ты в армии служил? Он говорит, да, в Чечне. И я верил минут сорок, что он служил в Чечне. Сорок? Минут сорок. Я несколько лет верила, что он врач. Серьезно, мне рассказали, я же врач. Это просто лис. Это лис. Нельзя ему верить никогда. Все эти истории выдуманы. Не, ну... Вот все, что я рассказал, это правда. Так, ну, я не знаю. Дорогие зрители, что скажете? Мне просто кажется, что даже если вы расскажете эту историю, вы не поместитесь в выпуск. А что, если мы пригласим вас автоматически на следующую съемку? Да нет, пусть расскажет. Что скажете? Интересно, все равно интересно. Ну, скажите. Это, наверное, не нам решать. Вот человек с историей, соответственно. Послушайте, не хотите послушать человека? Да, давайте. Гони сюда. Мне туда надо идти? Да. Тогда нет. Держи, выходи сюда, Саша. Здравствуйте. Представьтесь. Меня зовут Саша, я из Нижнего Новгорода. Еще один удивительный. Ты стендап-комик? Нет. Но люблю комедию, да. Диалоги с животными. Диалоги с животными, это как раз я. Это твоя история. В общем, история довольно забавная. И все, что я скажу, это, опять же, правда. Это не выдумка. И я однажды, так получилось, в 12 лет примерно разговаривал с петухом. Это произошло в деревне. Ну, то есть я каждое лето, как и многие, в деревню ездил к бабушке на лето. И в один день меня маман снарядила какими-то пакетами с вещами. Его надо было отнести родственникам на другой конец деревни. И, ну, деревня была такая классического, так сказать, строя. То есть прямая улица и дома слева-справа больше ничего особо нет. И я иду с этим пакетом по деревне, как красная шапочка, и слышу слева от себя таким тонким голосом, типа, «Привет, Санек!». Я оборачиваюсь, и слева, перед домом, ну, вот так вот, там чуть повыше, стоит петух, клюет землю. И я смотрю вокруг, ну, то есть я посмотрел, увидел петуха, посмотрел еще вокруг. И, ну, в обозримом радиусе передо мной не было ни единой живой души. А мне 12 лет, я и Nickelodeon смотрю, есть мультик там про Элайзу Торнбери. И я в этой ситуации почему-то в тот момент не нахожу ничего лучше, кроме как ответить петуху «Привет, а ты что, разговариваешь?» С петуху ты реально… Да, 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 я прямо на полном… Ну, то есть я сомневаюсь в своих действиях, но я решаю спросить, потому что я не понимаю, у меня нет пока ответа. И в этот момент петух, четко открывая клювом, как бы, тут что-то, знаешь, повернулся такой наверх голосу и типа «Да, Санек, как дела-то?» И я стою уже, ну, смотрю на петуха, и я… Ну, у меня нет уже объяснения все-таки. Если сначала я думал, что я что-то не понимаю, сейчас я понимаю, что я вообще ничего не понимаю. Это дьявол заигрывал с тобой. Ну, и где-то была пауза, секунд примерно 40 или минуту, и там все прояснилось. Дело в том, что перед домом, где вот стоял петух напротив, там была лингвистическая школа для животных. Да, ну, я дальше не знал. Две празы, которым вы перекинулись больше ничего. Я дальше не знал, как продолжать диалог, потому что я как бы сначала еще сомневался, а потом я все, я такой, ну, со мной петух, говорит, я не знаю, куда тут уже деваться. Ну, там все, да, ну, дальше уже. Ну, и, в общем, перед домом был палисадник, это вот такая штука, где там какие-то цветы, кусты. Поверьте, все знают, что такое палисадник. Ну, я на всякий случай, бывали люди, которые не знают. Вот, цветы, кусты, и просто в палисаднике мама моего друга полола цветы, и ее не было видно за кустами. И так просто получилось, что они были на одной линии с петухом, который перед этим землю клевал. Ну, и когда она поняла, что я не с ней разговариваю, я уже там спустя минуту услышал смех, она как бы, ну, встала, ее стало видно из-за этих кустов. И вот через примерно где-то часа два вся деревня знала, что я дурачок, который пытался на полном серьезе пообщаться с петухом, да. Но как она попадала в липсинг, в движение? Это было что-то, это было правда, как будто прям произнес петухом. У нее еще голос такой тонкий, я, к сожалению, не могу. И тушиный голос. Ну, тетя Ира, простите, пожалуйста. Это не я сказал. У меня когда-то была такая история, я смотрела, родители смотрели телек, я что-то бесилась, мелкая бегала, и там был пельш. И пельш говорит, девочка, не бегай. Я просто охерел. Я с тех пор знала, что пельш за мной следит, и типа, как только его показывают, я себя аккуратно веду. Мы же с ним жили два года, да, насколько я знаю? До сих пор следит. Вот, но оказалось, что это просто было случайность, он что-то рассказывал. Я полагаю. Ко мне пришел сосед, я пьяный. Послушайте. Я, да, я теперь здесь тоже, что-то хорошо. Пьяный, в слезах, плачет днем. Я вот так полю траву возле дома. Я говорю, что случилось, Алексей? Он говорит, умерла моя собака. Я говорю, ну, бывает. Он говорит, ты знаешь, какая она умная была? Я говорю, какая? Он говорит, вот она лежит в малине. И я ему говорю, Атос. А он мне говорит, оу. Я говорю, Атос, уходи давай из малины, я буду малину поливать. А он говорит, оу. Я говорю, все, Алексей, уходи, пожалуйста. Просто вот так человек пришел мне и наврал. Откровенно. Почему наврал? Не знаю. Ну что, собака не говорит, ау? Ну, это не говорит о том, что она умная. Вот в чем проблема. Да, вы так считаете. А вообще все собаки умные. Вик, я на связи, вот на съемках. Привет, Вик. А, все. Мы слушаем истории. Привет, привет. Все, все. Он сегодня будет весь вечер молчать. Он все рассказал здесь. Вопрос, конечно, у них ужасный, слушай. Ой, ё-моё, как обычно. Ну все, звездный час. На смешном надо заканчивать? Да. Я уже себя чувствую странно, да. Видишь? Видишь? Вот так. Спасибо тебе огромное. Спасибо, что примчал из нижнего. Спасибо, что разговаривал с патухом. Спасибо. А мы переходим к песне. Тут еще и песня. Дорогие ребята, я очень рада, что вы досмотрели до этого момента. Я надеюсь, вам было интересно. Я надеюсь, сейчас вы знатно кайфанете под песню, которую я слышала, вот такой отрывок, но она прям была хороша. Нам не понравилось слово? Очень. Мы решили же выходить в сухую к Ирине, тем более давней и давней своей любви. человеку, который... Патчерица. Портит себя прической. Только чтобы быть с тобой наравне. Спасибо тебе большое. Это про меня. Вот так, цените. Да. И можете вопросить, как вы выглядите, если я такую прическу сделала? У-у-у, ребят. Ирка, молодец. Поехали. Надо чуть громче. Я сказал тебе, там чё-то, там чё-то. Ты ответила мне, чё-то, там чё-то. Свою голову кладёшь на плечё ты, на плечё ты мне. А потом с тобой мы делали чё-то. Это делали довольно-таки чётко. А наутро ты уехала, чё-то, чё-то. Ты где скажи теперь? А ты голая, танцуй для меня, танцуй. А ты просто потари мне свой поцелуй. Чё-то, 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 чё-то. Там чё-то. Чё-то там чё-то. На повороте. Не я. Ты голая, танцуй для меня. Танцуй. А ты просто повтори мне свой поцелуй Чёрт-то, 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 чёрт-то там чёрта Чёрт-то там чёрта Нету тебя родней Я пишу тебе сообщенье, ну чё там И ответила мне чёрт-то чё-то Ты прислала своё голое фото Мол, летишь ко мне И опять с тобой мы сделали чё-то Но на этот раз не очень, как ты чё-то Ну и чё-то не уезжаешь ты чё-то Эх, ты нихрена себе Тогда голая танцуй для меня, танцуй Тогда просто подари мне свой поцелуй Чёрт-то, 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 чёрт-то там чёрта Чёрт-то там чёрта На повороте дней Так что голая танцуй для меня, танцуй Тогда просто подари мне свой поцелуй Чёрт-то, 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 чёрт-то там чёрта Чёрт-то там чёрта Нету тебя родней Спасибо, что ты вообще потратил время на написание этого милингенского текста, на этих слов. А, или это был не финал? Все это был полный финал. Это было потрясающе. Тогда, кола, я танцуй для меня, танцуй. Тогда просто подари мне свой поцелуй. Я тебе говорил без пятака. Да щас! Чего-то там чего-то. Чего-то там чего-то. На повороте дней. Так, кола, я танцуй для меня, танцуй. Тогда просто подари мне свой поцелуй. Чего-то там чего-то. Чего-то там чего-то. Чего-то там чего-то. А ты, кола, я танцуй для меня, танцуй. А ты просто подари мне свой поцелуй. Ощущение, как будто на свадьбу пригласила бывшего. Сочирил песню. И тем не менее, кола, я танцуй для меня, танцуй. Ладно, шучу. И тем не менее, история. История. Но есть история на этом. Нет. Ребята, это... Специальная песня написана для золотозубых корпоративов. Но мне еще рано. У меня коронка есть одна только. Есть? Нет. А, очень маленькая история, быстро. Это просто... Я клянусь. Я клянусь, это истерика. Я клянусь, это истерика. Давай, давай, давай. У нас в команде Панек, Панек. Какые ботинки красивые. Так, ну. Эээ... Есть история. Не надо проникнуть. Из кожи носиков собак. Так. Короче, Панек нашей команде приехал однажды и говорит, я сделал... Да, высокий. Он говорит, я сделал себе мост вот здесь. Вот здесь передних зубов. Мост. Это очень бабушкинское время. Это уже что-то после 60. Да. Ну, несколько зубов подряд у него таких. И он хвастался, ходил. Вот, смотрите. Смотрите. Вот так. И все, идет выступление. И у нас есть один номер, где Дорохов ему бьет по щечину. Очень сильно по-настоящему бьет по щечину. А Дорохов настоящий актер. А Дорохов, да, не умеет играть. Он делает. И мы вот так стоим, смотрим. Мы все на сцене стоим вот так. Дорохов ему бьет по щечину. И в замедленном... Вот, в замедленном... Как это? В замедленном кадре? В рапиде. В рапиде, да? Просто проверил... Ну, на месте ли все... На месте ли она. И очень серьезным взглядом посмотрю. Следующая позиция. Следующая позиция. Не окончено, что он с тобой так похожи. Это был Сашка Марц. Это был Сашка Марц. Это был Азамат Лузакалеев. Но возможно вы его не заметите даже в этом выпуске. Потому что, конечно... Ну, ребята постарались с историями. Азамат как-то выигнал немножко. Ну ладно, будем ждать вас снова, у вас что-то нам расскажут История про фрактологов, про первую любовь, историй до слез Все это ждем в следующих выпусков И вам, вас ждем тоже Приходите, подписывайтесь, подпишитесь на Сашку В конце концов, канал Пчелка Ну и, конечно, я себя знаю Я вас целую, до встречи Я пошла танцевать голая Голая танцует, но меня танцует И просто опять я снова поцелую Конец